Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 25 лет потребовал прокурор для главного зачинщика расправы над семьей в Ашуркиных. В Самаре начали рассматривать дело о жестоком нападении на начальника отдела полиции от Радного и его жену. Пять концертных площадок и грандиозное авиашоу. Самара готовится отметить день города. Часть первая – выход тяжелой техники. Самарский дворец спорта начали разбирать. В конце недели начнутся высотные работы. Первых нет и отстающих. Более полутора тысяч человек стали участниками первого самарского марафона. От 8 до 25 лет колонии могут получить обвиняемые в нападении на семью в Ашуркиных. Сегодня в гарнизонном военном суде начались прения сторон. По версии следствия, пятеро молодых людей прошлой зимой напали на главу от Раднинской полиции и его супругу в собственном доме. В результате Дмитрий Вашуркин с тяжелыми травмами попал в больницу, а его жена Екатерина скончалась от травм. Репортаж Марианы Мирной из зала суда. 25 лет колонии строгого режима запросила сторона обвинения для подсудимого Яранкина, который, по версии следствия, убил Екатерину Вашуркину, жену полицейского. Также прокурор требует взыскать по 3 миллиона рублей морального ущерба в пользу матери погибшей и мужа. Следствие уверено, убийство совершил лишь один человек. Остальные избивали и грабили. После того, когда Яранкин совершил убийство, он высказал мысль, что необходимо поджечь дом. Отчего Елтышев и Екатерина отказались, поскольку их умыслом не охватывалось в совершении убийства. Это полностью совершил, ну скажем так, по своей инициативе Яранкин. Он совершил убийство. Еще трое подсудимых могут провести за решеткой от 8 до 14 лет. А вот девушке, которая, по версии следствия, только помогала скрыть следы преступления, прокурор попросил назначить штраф в 50 тысяч рублей. Сами же свою вину признали, правда, частично, и рассчитывают на менее суровое наказание. Я считаю, что все изменяемо. Я считаю, на тот момент у меня было вызвано психическое неуспользование. Адвокат Яранкина утверждает, никакого сговора не было. Семью полицейских хотели лишь ограбить. А дальше ситуация вышла из-под контроля. Если с Яранкина снимут обвинение в организации убийства, срок наказания существенно сократится. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Автомобиль бизнес-класса менее чем за 200 тысяч рублей. В незаконном отчуждении имущества подозревают руководители регионального управления Федеральной почтовой связи Артура Игрушкина. По информации активистов Общероссийского народного фронта, автомобиль Toyota Camry с красивыми номерами, который принадлежал Самарскому главпочтампу, перекочевал к однофамилице Игрушкина. Предположительно, продан он был по сильно заниженной цене за 180 тысяч рублей. Ситуация сразу привлекла внимание представителей ОНФ. Активисты передали собранный материал в Следственный комитет. Обращение было зарегистрировано, проводится проверка. Машина, ставшая камнем преткновения, сейчас находится на спецстоянке. Она может стать вещественным доказательством, если все же будет заведено уголовное дело. День города в этом году пройдет 10 сентября. На второй очереди набережной расположится пять тематических площадок. У бассейна ЦСКА ВВС развернется выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу. Здесь можно будет встретиться с послами чемпионата. Впервые пройдет турнир по настольному футболу, а также спартакиада дворовых команд. Еще одна площадка будет посвящена детскому и юношескому творчеству. Здесь пройдет фестиваль науки. На Маяковском спуске выступят лауреаты всех музыкальных фестивалей. А на Безымянном спуске свои таланты продемонстрируют семь профессиональных и любительских театров. Главную сцену установят у памятника Засекину. Кроме городских артистов, здесь выступят и звезды российской эстрады. Кто именно будет сюрпризом? В полдень на главной сцене начнут разворачиваться основные события праздника. В воздухе показательные выступления пилотных групп «Соколы России», на воде парад кораблей. Вечером фейерверк. Впервые в этом году на набережной появятся новые арт-объекты. Трамвай, гитара Грушинского фестиваля, герб города, самолет Л-2 и другие. В Самаре будет открыт молодежный театр. Постановление подписал глава города Олег Фурсов. Новое учреждение культуры разместится в здании бывшего кинотеатра России на улице Чернореченской. Перед тем, как труппа въедет в помещение, ему предстоит масштабная реконструкция. Здание будет оборудовано по самым современным требованиям. В союзе театральных деятелей создание нового театра назвали историческим шагом. Город восстанавливает свой статус театрального центра страны, которым славился в советские годы. Сегодня во многих городах России у жителей широкий выбор репертуара. К примеру, в Екатеринбурге работают 24 театра на территории города, а вместе с областными их 35. В Самарском регионе на всю область приходится всего 14 театров. Буквально сейчас мэр города Олег Борисович Фурсов подписал открытие нового театра в городе Самара. Молодежный театр. Под выпускной курс, который выпустится на будущий год нашего театрального института. Курс заведующей кафедры актерского мастерства Ирины Анатольевны Сидоренко. Курс очень интересный. И, как правило, под такие курсы открываются театры. Как была открыта все время Таганка, Современник под курсы, театр Петра Фоменко. Райский сад посреди урбанистических джунглей. Двор на Новосадовой 250. Местный житель Александр Давитьян благоустраивает своими руками уже много лет. Одними клумбами дело не ограничилось. Мужчина установил лавочки, урны, а урожай с плодовых деревьев и кустарников раздает детям. Восемь часов каждый день уходит на полив придомового сада. С 2003 года простой житель дома номер 250 по Новосадовой Александр Давитьян начал создавать красоту там, где живет. Началось все с пары клумб. Теперь вокруг дома вишни, сирени, липы и даже смородина, малина, крыжовник и помидоры. 13 яблонь сортовых, которые в этом году дети все полностью до одного яблока оборвали. Малина тоже, клубника у меня там, крыжовник у меня там. Все дети съели. 3000 цветов внутри урбанистических джунглей сразу бросаются в глаза. Он у нас такой один, говорят женщины, которые помогают Давитьяну ухаживать за растениями. И готовы оказывать садовнику любое содействие. Такие люди, конечно, делают нашу жизнь интереснее. Крепляют веру в добро, естественно. Вот, в хорошее отношение между людьми. С каждым годом райский сад Александра Давитьяна разрастается все больше. У мужчины осталась одна невыполненная мечта. Но в следующем году он дал слово ее осуществить. Высадит хвойные деревья. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Самарская область попала на шестую строчку рейтинга рынка автокредитования России. Сколько машин в регионе реализовано за несколько месяцев, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Рабочую неделю цены на нефть начинают в плюсе. Баррель марки Brent приближается к отметке в 53 доллара. Валюта дешевеет. Курс на 22 августа. Доллар 59 рублей 14 копеек. Евро 69 рублей 43 копейки. Золото стоит 2471 рубль. Серебро 32 рубля 73 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 33 копейки. Дороже всего продать за 58 рублей 33 копейки. В России заменят бумажные деньги. Центробанк начинает использовать полимеры для изготовления новых купюр. Первой со специальной пропиткой выйдет банкнота номиналом 200 рублей. Аналитики агентства Bloomberg определили страны с самым дешевым в мире бензином. В лидерах Венесуэла, где в перерасчете на доллары цена литра 1 цент. Россия в этом рейтинге на 10 месте. Самое дорогое топливо в Гонконге почти 2 доллара за литр. А Самарская область оказалась на шестой строчке рейтинга рынка автокредитования страны. За три месяца в регионе реализовано почти 13 тысяч машин. 7 тысяч из них взяли в кредит. На этом все. Удачи в делах. 7 тысяч штрафов за тонировку было выписано автолюбителям с начала года. Водители, чтобы скрыть нарушения, проезжаемые им инспекторов ДПС зачастую опускают все стекла. Но опытный глаз сразу выхватывает из потока машины нарушителя. Специальный прибор «Тоник» при наложении на стекло показывает допустимый уровень затемнения. Нарушителю грозит штраф и протокол об административном правонарушении. Также владелец авто должен в определенный срок удалить тонировочную пленку с транспортного средства. Сильная тонировка, уверены инспекторы ГИБДД, приводит к аварии. В состоянии тумана в вечернее время видимость ухудшается значительно. И водитель может не заметить пешехода, который выходит на проезжую часть, какие-то препятствия. И, соответственно, случится дорожно-транспортное происшествие. Православный мир отметил праздник «Преображение Господня». У славянских народов этот день называют «Яблочный спас». Главной праздничной площадкой в Самаре стал собор святых Кирилла и Мефодия. Андрей Горгуленко расскажет о традициях этого дня. «Яблочный спас» является одним из первых праздников урожая. Согласно поверьям, природа в этот день разворачивалась от лета к осени и зиме. Только с «Яблочного спаса» у восточных славян позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящаются в церкви. «Яблочный спас» отмечают в один из 12 крупнейших православных праздников – «Преображение Господня». Явление божественного величия Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. «Господь показывает нам, что душа человека должна преобразиться в первую очередь, очиститься от всего плохого, скверного, черного, злого и просветиться, как солнце и как белый снег». В Самаре «Яблочный спас» уже не первый год отмечаются многонациональным колоритом. А помогать в проведении праздников раздачи освященных яблок с каждым годом приходит все больше волонтеров. Люди разных национальностей, коллективы художественной самодеятельности выступают для того, чтобы людей порадовать не только в храме, вот этой службой, вот этим вот соединением неба, космоса, земли, но для того, чтобы еще и душу порадовать. «У нас еще образуется такой, знаете, коллектив волонтеров, которые с удовольствием на этих праздниках участвуют, не только на этой центральной площадке у нас волонтеры, но и на других девяти районах города». Собор равнопостальных святых Кирилла и Мефодия стал центральной площадкой праздника, но гуляния прошли во всех районах города, в том числе и в храме святых Петра и Павла, а также при храме всех святых. Всего в Самаре в этот день раздали две с половиной тонны освященных яблок. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Далее коротко о других событиях дня. Водитель «Ауди» въехал под грузовик и погиб. Фото с места ДТП выложили очевидцы. Авария произошла в воскресенье 20 августа на 1052-м километре трассы М5 «Урал» в районе села Хорошенькое в Красноярском районе. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Ауди» ехал со стороны Уфы в направлении Самары. Рейномарка врезалась в остановившийся впереди грузовик, и у нее полностью срезало крышу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Родителям детей, которые снимали издевательства над котом, вынесли предупреждение. Семьи поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, пишет информационный портал ria.ru. Напомним, девочки-подростки из города Кенель издевались над котенком, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. На родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей. Пять случаев привоза в регион энтеровируса Коксаки подтвердили в Самарском Роспотребнадзоре. Все заболевшие приехали с курортов Турции. Как отмечают в ведомстве, за последние 10 лет наибольшая заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Самарской области регистрировалась в 2007, 2008, 2013 и 2016 годах. Это заболевание характеризуется многообразием клинических проявлений. От легких лихорадочных состояний до множественных поражений органов и центральной нервной системы. Заражение происходит водным, пищевым и контактным бытовым путем. Меж тем, Роспотребнадзор не рекомендует купаться и на 9 самарских пляжах. Эксперты провели проверку санитарного состояния воды. Микробы найдены на пляжах всех очередей набережной, на Советской армии и в загородном парке. Неудовлетворительное качество воды связано с обильными дождями, сообщили в ведомстве. По данным Росгидромета, сейчас ее температура составляет 21,6 градуса по Цельсию. Такая температура ниже средних значений прошлого года. На трамвайной линии до стадиона Самара-Арена начали укладывать рельсы. Житель города снял новое видео и выложил его в сеть. Судя по ролику, рабочие от сборки рельсов и шпал перешли к их укладке. На данный момент готов лишь небольшой участок. На остальной линии пока продолжаются работы по обустройству оснований для путей. Лед тронулся. Последние дни доживает старое здание Ледового дворца спорта на Молдогвардейской. Реконструкции оно не подлежит. Его подрядчикам предстоит полностью разобрать старое строение, на месте которого возведут новый дворец. Уникальный по своей конструкции, а по функционалу в разы превосходящий старый. Как идут работы по демонтажу, увидела Марина Коровцова. Столб пыли, горы металла и поломанного бетона. Так выглядит площадка рядом с Ледовым дворцом спорта на Молдогвардейской. Подрядчикам предстоит провести полный демонтаж, после которого останется только котлован и частично сваи. Работы выполнили процентов на 15, а сострой площадки уже перенесли все коммуникации. Разбирают дворец в центре города, поэтому подход бережный. Внутрь здания журналистов не пускают. Находиться там уже опасно. Работы по демонтажу идут полным ходом. Сейчас разбирают стены. Кульминации стоит ждать к концу этой недели, когда приедет тяжелая техника. Большой экскаватор со специальными ножницами. Ими будут резать фермы, металлические конструкции, которые поддерживают кровлю стадиона. В результате чего без лишнего шума и пыли крыша просто сложится внутрь. Откуда ее будут разбирать уже по кусочкам. Оборудование, пригодное для спорта, сохранили. Произведен частичный демонтаж того оборудования спортивного, которое в дальнейшем можно использовать, которое передано Минспорту. Это хладоустановки, частично оборудование зала, всякие панно. То, что может быть использовано на спортивных площадках или на открытых спортивных площадках. На демонтаж дано два месяца. После на этом месте начнут возводить новый дворец спорта. Здание будет выше, шире, длиннее старого. Площадь увеличится почти в два раза – с 14 тысяч квадратных метров до 26 тысяч. Здание будет выполнено в стиле модернизм с элементами античной архитектуры в виде галереи-клонад. Вперед на площадь выдвигается галерея, в которой возможен доступ как на один уровень, так и на второй. Там можно будет собираться, прятаться от дождя. Проект нетиповой. Вместо одного ледового поля будет целых три. Основное – тренировочное и лед для керлинга. Уникальность в расположении площадок будет два яруса, один над другим. Вместимость главной арены – 5 тысяч мест. Здесь же можно будет проводить и концерты. А после завершения строительства предстоит благоустроить площадку вокруг. Памятник Высоцкому вернут на прежнее место, а рядом высадят деревья. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Самый масштабный масс-старт на длинные дистанции. В Самаре впервые состоялся марафон на Кубы главы города. Спортивный праздник был организован в воскресенье на набережной Волги. В нем приняли участие более полутора тысяч бегунов из разных городов и стран. Большинство участников – самарцы, которые пришли, чтобы на деле поддержать начинающееся марафонское движение в городе. Алекс Зверев тоже оценил силу духа. Папа, мама и трижды я – спортивная семья Кисаевых. Для участия в забеге прибыла на Самарскую набережную в полном составе. Родители и трое сыновей бегом занимаются как любители. А сегодня решили попробовать силы на длинной дистанции. Папа с младшими сыновьями – три километра, мама со старше в десять километров. В первом всенародном марафоне на Кубе главы Самары приняли участие более полутора тысяч человек. Причем масштабы вышли за пределы региона. Участники приехали из 85 городов и разных стран мира. Девиз сродни Олимпийскому – каждый первый. Ведь профессиональных спортсменов не так много. Большинство участников – просто любители бега. Первый раз бегу, поэтому ничего не могу сказать, как это сложно. Узнаю потом, на финише, надеюсь. Половинку, мне кажется, любой человек, который хотя бы хоть чуть-чуть в жизни бегал, способен пробежать. Для марафона там немножечко посложнее, там нужно готовиться. На старт! Побежали, побежали! И вот они, красавцы! Дистанции 3 километра, 10 километров, полумарафон и марафон. Им все возрасты покорны. Самому младшему участнику всего 5 лет, старшему – 78. В том же строю спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Для Самары, который менее чем через год будет принимать игры мирового футбольного первенства, важно, чтобы город был известен в мире как спортивный. Самара готовится к чемпионату мира по футболу. Город меняется, появляется все больше мест, где можно заниматься спортом, где можно отдыхать. За 5 лет, благодаря поддержке инициативе нашего губернатора, в области было построено 14 ледовых площадок, 15 стадионов, 16 бассейнов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов. И представляете, 300 спортивных площадок – это, конечно, очень сильный рывок. И я рад, что все больше самарцев занимаются спортом. Трасса проходила по набережной и историческому центру города. Улицы перекрыли, однако пробок не было, выходные машин в городе не так много. И самый торжественный момент – награждение. Каждый бегун получил специально разработанную медаль участника. А вот главный приз Куба главы Самары вручен только победителям. Первыми марафонскую дистанцию в 42 километра и 195 метров преодолели профессиональные спортсмены. Это Сергей Петров из Уфы и Надежда Леонтьева из Тольятти. Была сложность трассы только из-за погоды, то, что была такая жара. А так, в принципе, организаторы молодцы. Подготовили очень хорошо и, в принципе, круги проходили тоже по таким местам, по набережной. И очень было красиво. Конечно, я рада. Я рада за то, что люди приходят. Люди приходят болеть, кто-то участвует. И рада тому, что люди начинают любить бег. И начинают бегать не только профессионалы, но и любители участвовать в марафонах, полумарафонах. А старшее поколение бегунов вспоминало, как такие мероприятия проходили раньше в Куйбышеве. Теперь есть с чем сравнить. Нынешний марафон значительно превзошел советские по масштабам участия. А далее всенародные забегы на длинные дистанции будут проводиться ежегодно. Олег Зверев, Константин Головин. События. Меньше 300 дней остаются до российского мирового футбольного первенства. Самара преображается к чемпионату с каждым днем. В городе открылся еще один арт-объект, напоминающий о приближении Мундиале. Андрей Горгуленко знает подробности. Полтора метра высоту и почти 17 метров в длину у входа в парк имени Гагарин установили буквенную инсталляцию «Самара-2018». Этот символ напоминает горожанам, что до грандиозного футбольного события осталось уже меньше года. За оставшееся время мы должны город привести в порядок. Я думаю, буквально за следующие несколько месяцев город преобразится уже в окончательном виде. Мы его увидим во всей красе. И задача администрации города и жителей города постараться с достоинством третить чемпионат. Любители футбола на открытии смогли выиграть призы, проявляя свои игровые таланты и техническое мастерство. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и символически 18 раз. Также болельщики соревновались в футбольных знаниях. Больше всех правильных ответов об истории игры знал, конечно же, ветеран клуба крылья советов Валериан Панфилов. На стадионе Самара-Арена в июне-июле следующего года пройдет шесть матчей чемпионата мира, включая третью групповую встречу сборной России, а также игры одной восьмой и четверть финала. А пока в футбольном товарищеском матче свои силы проверяли команды городской администрации и журналистов. Команда журналистов в голов забила больше, но победителям записали, конечно же, дружбу. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Футболисты, как выяснилось, грязи не боятся. В Самарской области пройдет первый чемпионат 63-го региона по болотному футболу. А крылья советов продолжают громить соперников ФНЛ. Самые интересные подробности расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Самарской области пройдет чемпионат по болотному футболу. Толятинские гриппцы завоевали пять медалей на первенстве России. Крылья советов. Третий тур подряд. Лидеры ФНЛ. Крылья советов уверенно победили Тюмень в футбольно-национальной лиге первенства страны. Первый мяч забил Георгий Зотов с дальней дистанции. Кстати, это уже стало фишкой Самарского клуба, который матч футболисты распечатывают ворота соперника именно в таком стиле. Второй спортивный снаряд в сетку со штрафного отправил Сергей Корнеленко. Крылья одержали пятую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу национальной лиги. На хвост авиаторам сели Красноярский Енисей и Питерская Динамо. Следующий матч советы проведут на Металурге в воскресенье в 19.00 против Новосибирской Сибири. А до этого в среду отправятся в Сызрань и встретятся с одноименной командой в рамках 1.32 Кубка России. Три бронзовых медали серебро и золото привезли с первенства страны тольятинские гриппцы. На озере Сазанка, Энгельс, Саратовская область, на лодках Дракон. Трижды наши спортсмены показывали третий результат на 200-метровке. А вот уже на полкилометра экипажи завоевали серебряную и золотые награды на чемпионате России. Настоящие футболисты грязи не боятся. Во время тольятинского экстрим-марафона «Хрящевка-челлендж» пройдет первый открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. За призы может сразиться любая команда с любым уровнем подготовки. Такие турниры популярны в Финляндии. Правила игры просты. Площадка 60 на 35 метров, два тайма по 13 минут. Команды играют 5 на 5 без офсайдов. Разрешены смешанные составы мужчины и женщины. Запрещается играть без формы и менять обувь во время матча. Можно вообще выйти на поединок босиком. Первый чемпион Самарской области по болотному футболу определится 9 сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова